Дамы, всем доброе утро! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии лоскутного шитья. Сегодня у нас с вами четверг, 284-й лоскутный эфир. Говоря по-честному, сегодня я планировала пригласить Лиду из Рима, чтобы она вам рассказала о стилях, в дизайне, в интерьерах. Но этот эфир мы с вами перенесем на следующий день, поскольку в предыдущем эфире во вторник мы с вами говорили о горизонтальных панелях и как их встраивать в одеяло или плед. И я вас спросила, нужно ли рассказывать о вертикальных панелях и получила однозначное громкое и внятное «да». Нужно рассказать, как встраивать вертикальную панель в лоскутное одеяло. Поэтому наше занятие сегодня будет сугубо практическим. И немедля, ни секунды мы с вами приступаем. Итак, смотрите. Первое, что мы с вами сделаем, это мы возьмем файлик, который вы скачали в прошлом эфире, в 283-м. Файлик по расчету размеров центра и каймы одеяла. Кто скачал этот файл, воспользуйтесь этим файлом. Кто не скачал, вы можете остановить это видео прямо сейчас, пройти по ссылке и этот файл скачать. Ну или просто сейчас посмотреть, что мы делаем, а потом все это повторить. Итак, смотрите. Вот у меня файл с расчетом. В желтые ячейки я ввожу параметры одеяла или пледа, размеры, которые мне требуются. Допустим, это самый типовой размер 180 на 200 сантиметров. Из этого размера я вычисляю размер каймы. Он у меня составляет 34,5 сантиметра. Вот я показываю. И исчисляю размер центра одеяла. Без припуска на шов он у меня составит 11,6 и 131,6 сантиметра. Это просто. Мы в нашей с вами волшебной табличке определили, что размер центра покрывала или одеяла у нас будет, допустим, 112 на 132 сантиметра. Вот то, что мы сейчас рассчитали с вами в файле. Ну а какого же размера у нас вертикальные панели? Типовой размер вертикальной панели составляет 60 на 110 сантиметров. Как правило, в 95 случаях из 100 я вас верю. Вот посмотрите. Вот панель, которая называется геральдический олень. 60 на 110. Вот панель, которая называется охотничий домик оленей. 60 на 110. Вот панель, которая называется бабочки. Вот она. Очень красивая панелька. 60 на 110. Сейчас поверну камеру. Вот панель. Вот она ведь. Которая называется черепахи. 60 на 110 сантиметров. Эти панели бывают разные. С животными, с цветами, с птицами, с какими-то, знаете, даже фруктами такими или овощами там осенними. Красивые очень панели. И, конечно, хочется эту панель встроить себе в одеяльце или покрывальце. Смотрите. В наших с вами расчетах мы с вами определили, что размер панели 112 на 132 сантиметра. Размер центра одеяла, извините. Размер панели у нас 60 на 110. Простым вычитанием мы с вами находим, сколько же должно остаться ткани, кроме панели в центре одеяла. И мы с вами обнаруживаем, что слева и справа должно быть 51,6 сантиметра, а сверху и снизу 21,6. Делим, соответственно, пополам вверх, вниз, лево и право. Справа 25,8, слева 25,8, снизу 10,8, сверху 10,8 сантиметров. Вот такие остатки у нас должны остаться в тот момент, когда мы панель разместим в центре одеяла. Дальше элементарно возьмем миллиметровку или простую бумажку в клеточку и сделаем разметку, где находится центр одеяла и где находится панель. Посмотрите, и сейчас, исходя из наших с вами расчетов, мы с вами начертили макет, исходя из которого мы и будем планировать как вставлять панель в центр одеяло то есть вот этот центр одеяло вот его размеры 112 на 132 видите вот это панель ее размере 60 на 110 а вот это все что окружает вот эту панель то есть пространством которые мы с вами должны заполнить каким-то дизайном прики сейчас мы с вами нанесли на нашу схему все параметры нашего одеяла что это вот она у нас панель 60 на 110 сантиметров вот наш центр одеяла и все что после коричневой вот этой рамочки это наша трехзвенная кайма ее ширина с каждой стороны составляет в расчетном варианте 34 и 2 десятых сантиметра вот это важно понимать и мы сейчас начинаем подбирать дизайн что очень сильно просится наш с вами проект неважно какая у нас панель бабочки рыбки олени все что угодно фрукты первое что просится в наш с вами дизайн это техника вокруг света почему вот она у нас она одеялки средней школы в мелком исполнении и вот у нас это замечательная и прекрасная техника здесь она называется набор из квадратиков да она еще не вокруг света но уже близко к этому как бы значит почему вокруг света так хороша потому что нам с вами легко подобрать цвета значит легко подобрать цвета вот к любой из этих панелей ну например вот к этим оленям да какие цвета какие 5 цветов мы можем подобрать первое а в цветах должен быть разбег по светлоте то есть должны быть очень светлые ткани и очень темный ткань второе цвета техники вокруг света если они будут окружать нашу с вами панель должно быть того цвета который проявлен хорошо в этой панели вот давайте вы сейчас попробуйте сами мы вместе найдем 5 цветов которые пригодятся для техники вокруг света для этой панели однозначно это темно-коричневый до светло-коричневый почти бежевый третье серовато-голубой возможно еще два варианта зеленого например светло-зеленый и темно-зеленый вот как здесь или можно сделать коричневого темно-коричневый и вместо светло-коричневого вот такой вот золотистый цвет вот вам пожалуйста пять цветов и вы уже попадаете технику вокруг света вот теперь вопрос каков размер квадратов должен быть для техники вокруг света если вы помните два эфира назад мы с вами шили лоскутную дорожку я показывал про лоскутную дорожку и рассказывал что там полоски 8 сантиметров для начинающих вот такую панель прекрасно зайдут полоски 8 сантиметров и вот еще почему смотрите я замеряю вот эту вот широкую кайму она у меня составляет 5 сантиметров до 8 сантиметров зайдет хорошо но здесь тогда будет лучше делать квадраты примерно 6 сантиметров то есть квадрат 6 на 6 это сложнее это дольше возьми но тогда у нас размер квадрата 6 сантиметров нарезки минус 1 из 2 получается 4 и 8 он у нас будет созвучен как раз вот этому размеру то есть мы можем делать квадратики 6 на 6 сантиметров мельче я вам не советую делать уже не так смотрится 6 8 сантиметров заходит прекрасно но в этом случае техники вокруг света мы должны с вами понимать что мы заполняем квадратиками вокруг света все вот это пространство делаем темную кайму и какого ширина должна вы какого какого размера должна быть это кайма конечно ширины вот этого квадратика то есть если вы делаете 6 нарезки и 48 готовом виде у вас вот эта темная кайма должна быть как раз столько же чтобы быть созвучной и все остальное по желанию вы можете заполнять или вот такой трехзвенкой либо просто продолжать квадратики вокруг света это первый вариант вживление вставление каймы ваше лоскутное одеяло и покрывало второй эта техника фристайл о котором о которой мы говорили на прошлом эфире что такое техника фристайл это значит мы вот это пространство то есть вот здесь у нас панель помните да вот это пространство мы бьем на фрагменты принципе любой интересной вам величины вы можете использовать в расчетах коэффициент золотого сечения вот и какими фрагментами мы можем заполнять вот это вот пространство мы можем заполнять допустим вот у кого есть вот такие панель очки с оленями они у нас и эти панели и вот эти панельки с оленями у нас есть в магазине вы не переживайте если надо возьмете как бы внизу ссылка на вот оленей всяких 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 оленей вы можете разбить вот такие вот отрезы на какие-то интересные фрагменты видно и при помощи зеленой каймы однозначно только темно-зеленый отделяя их друг от друга сделать вот такое заполнение центра в технике фристайл ну а дальше все понятно трюкзвенные кайма и так далее третье есть еще одна разновидность техники фристайл если вдруг вам в патче чайнее удалось укупить не одну такую панель а две вторую вы можете использовать так называемую технику зеркальной каймы что это такое смотрите это вот эту с вами нашу панель очку вторую мы с вами пилим пополам здесь она пилится очень удачно на одной стороне вот здесь получается олениха важен когда а на другой стороне получается олей видите и мы с двух сторон вот этой вот каймы можем по пришивать как бы вторые фрагменты этой панели получится очень интересно если наша панель 60 сантиметров в ширине по ширине как то у нас вот здесь 26 очень хорошо эта панель встает ну а вверх мы можем заполнить либо там зеленым однотонным либо чем-то еще это как бы разновидность техники фристайл что еще помимо этого мы можем с вами применить упоминаем пространство вот это вот между панелью и краем центра одеяла 21 и 6 ну 22 сантиметра очень очень удачная удачный размер для блока и здесь у нас пространство выбора просто богатейшие мы можем с вами взять блок из любого практически урока начальной или средней школы посмотрите прекрасно к оленям зайдет блок кленовые листья да потому что лес прекрасно коленям зайдет звезда почему то потому что олень символ благородства звезда там олень символ рыцарства звезда тоже символ рыцарства прекрасно гавайская аппликация посмотрите вот на эти рога ну это просто оленьи рога то есть и вот так вот перебором всех этих узоров а их у нас на самом деле в средней школе ой много забыла сколько но неважно вы посчитаете то есть любые практически звезды тут зайдут из начальной школы кто еще у нас начальной школе сидит но тоже посмотрите хорошо могут зайти обезьянь и лапа потому что тут закручиваемость как у рогов на только цвета надо желтый коричневый зеленый как бы да прекрасно зайдет вот эта звезда компас то есть любые практически варианты включая даже нашу с вами простейшую диагональную полоску если ее правильно и красиво сшить все эти варианты у нас сами зайдут как оформление нашего с вами центра одеяла почему 22 хороший размер потому что у нас вот так по вертикали вот так войдет 5 квадратов и ширина здесь 22 то есть у нас как раз 5 квадратов списывается по вертикали ну а по горизонтали можете сделать блоки либо поуже ну либо придумать что-то возможно иное может быть поставить какие-то однотонные блоки решений конечно же еще на одну технику нас наводит вот эта панель и вот этот вот узор который очень многие хорошо знают который мы проходим средней школе это узор окошко правильно и я не буду за вас считать но рассчитав вот по этой панели как ее нарезать примерно вот в таком формате то есть три на три например блока можете прекрасно расширить ее за счет узора окошко и вписать вот в этот вот размер окошко прекраснейший узор ну и естественно что мы с вами должны понимать что в этой панели свет у нас падает сверху поэтому вот эта часть окошко должна быть более светлой вот эта часть окошко более темной и между ними желательно посмотрите чтобы была такая темненькая темно-темно коричневая не черная темно-темно коричневая перемычка тогда у нас с вами узор окошко зайдет идеально но это еще и все есть еще техника она близкая к фристайлу который называется окно комнаты что это вот наши с вами любимые олени они уже выглядят как картина в рамке правильно если мы с вами к этой картине в рамке достроим такие спокойно бежевые стены с обоями как будто обои подойдет ткань ну допустим бежевая в полоску смотрите например вот такая видите она бежевая в полоску вот она видите или скажем вот такая ну ясно что обои у нас вертикальным или скажем более такая женская так сказать расцветка вот такая ну мне честно говоря вот это вот но она подходит но как-то вот немножко розоватая не очень вы можете окружить вот эту панель обоями как бы тканью да и на эти обои повесить картинки эти картинки вырезать из отрезов аналогичной тематикой причем нужного вам формата или еще иногда попадаются вот такие отрезы видите тут уже картинки как бы есть нарезаны и ставить вот эти картины причем они же расположены как-то так вот но не в хаотическом но в каком-то вот не слишком таком линейном порядке и это будет тоже замечательное прекрасное одеяло то есть вот в центр заполнили ну и дальше мы с вами делаем кайму однозначно что во всех вышеперечисленных случаях кроме вокруг света нам с вами лучше делать кайму полосным набором то есть из тех полосок цветов которые задействованы у нас в этой панели то есть в этом этой панели и в этом центре одеяло ваша задача на сегодня записать сколько способов вживления в панели в центр одеяло я вам назвала после третьего случая сознательно не употребляла нумерацию лучше это записать на бумажечке в тетрадке потому что помните мы с вами говорили что можно завести тетрадку которая называется лоскопное шитье вот такую например это у меня уже по моему 320 тетрадка видите они все доли попереку списаны записать все способы которые вот вы знаете вживление панели ну и смело вперед значит чем я конкретно могу вам помочь то есть какую пользу я могу принести своим эфиром во первых кто не скачал скачайте файл с расчетами которые я вам показывала самом начале эфира и вам будет легко тогда делать расчеты быстро и вы точно не ошибетесь второе если вам нужны панели ссылка на панели с оленями у вас внизу вот такие такие панель он олени у нас есть есть еще там какие-то многочисленные зверушки так что берите потому что поставок я уже 300 раз говорила не будет до января месяца точно поэтому забирайте все что есть но самое главное в этой идее и кто у нас учится давно уже с этими узорами знакомы кстати вот посмотрите ирландская цепочка узор который тоже прекрасно зайдет на олени те кто у нас еще не учится на курсе ремесло девочки мои хорошие не теряйте времени не жалеете сил это вы знаете это такая движуха это такая подпитка просто потрясающий ходите к нам учиться на курсе ремесло почему потому что во первых вы все это делаете дома ну сейчас понятно что с передвижением есть определенные трудности вы это делаете на любимой швейной машине после чужая швейная машина от всегда стресс 300 процентов вам говорю вы это делаете в то время когда вам удобно то есть вот освободилась время сели сделали и вы можете уроки пересматривать ну неограниченное количество раз тем более что у вас тащит захоба вперед лучший мастер россии ирина юрьевна муханова по собственной разработанной ею авторской методики которые уже 28 лет прекрасно работаете по которой научились ну тысячи рукодельниц понимаете которые шьют уже с удовольствием и второй момент который все-таки надо держать в памяти крепко во первых занимаясь рукоделием вы улучшаете собственное здоровье зрение настроение зрение почему потому что вы работаете с цветными движущимися объектами настроение понятно потому что после лоскутного житья вообще прекрасно как бы здоровье это мелкая моторика вот лоскут лежит на на столе вы по помощи к его взять руками как бы да ай-яй-яй вот вы постоянно работаете ручками у вас восстанавливаются нервные связи в мозгу как бы он пошла с возрастом и все равно что-то теряем как бы и я уже говорил вам что я разговаривала с практикующим хирургом он не сказал однозначно да да это нужно делать и соображение третье может быть самое важное то что вы можете потом рукоделию этому научить детей внуков внучек особенно понимаете вот от мамы к дочери как-то не очень передается а вот от бабушки к внучке всегда передается вот это рукоделие понимаете и вы просто дети все с компьютером сейчас вот они ерзают по экранам гаджетов как бы у них вот эта мелкая моторика не развивается а мелкая моторика центр мелкой моторики центр стратегического мышления в мозгу рядом вы понимаете что вот развивая у детей рукоделие вы им делаете хорошо вы им дальше создаете возможности развития и возможности грамотные дополнены как бы жизнь гетела я вас вас у нас учиться все приходите ссылка внизу ну и анонс на следующие на следующей неделе постарается выступить лида со своими римскими историями про дизайн очень интересно курс ваш дизайн интерьер зашел хорошо было очень много благоприятных отзывов сейчас мы просто рассказываем всяческие вкусности бесплатности про дизайн интерьер вкус кто спрашивает будет обязательно в конце осени еще на следующей неделе но выступит виктория фарафонова напомнить я вам обещала рассказать как тягать панели на машинке новым способом вот века вам все 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 это вы все узнаете у вики она никогда нам мастер высшего класса никогда не скрывается информации ничего не прячет спокойно делится с вами своими секретами то есть все нужное касательно стежки вы получите ну и еще дальше как бы на следующей неделе я планирую ланч маты то есть всякие вкусности как быстро шить ланч маты и какие ну это уже дела далеко будущих дни по за следующей неделе поэтому на сегодня у меня все пожалуйста кому интересно запишите все способы вживления панели в центр одеяла по возможности нарисуйте несколько таких схемок потому что визуально у вас это останется в голове и вы дальше сможете работать на автопилоте ну и у кого как бы тяжко с панелями не вопрос приходите пожалуйста вот сейчас пока эти панельки еще есть за там через неделю не обещаю потому что они расползаются как тараканы поэтому не стесняйтесь берите приходите наши академии вам всегда рады всем удачного дня с вами была лада христианка мастер гаскотных идеял а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok